На этот раз съемочную группу ТНВ занесло в деревню Нижний Пшалым, что в 17 километрах от Арска. Как в небольших сельских поселениях, вдали от цивилизации, живется многодетная семья. Много ли здесь таких? Каково это воспитывать семерых детей? Самый маленький Самир у меня на руках. После него идет Реваль, Элина, потом Камиля, Эдик, Ильфар, Индира. Про многодетство я даже и не думала. Как-то в голову не приходило. Все шло как-то по течению. Первый ребенок, через 4 года второй ребенок. Тогда даже мысли не возникало. Была мысль взять ребенка с детского дома, чтобы сделать как-то одному ребенку помочь. Вначале было даже не слово, а фундамент, крепкое основание семьи. И дом Зинатульных с каждым ребенком рос и достраивался. Здесь вон кухня. Здесь вы все умещаетесь. Да, вот большой стол. Пока умещаемся. Вот пока у нас здесь идет ремонт, спальные места есть. Вот планируются столы, шкафы. Пока вот потолок все сделали. Мальчики. Девочки тоже самое. Хотели осуществить свою мечту. До этого не могли, потому что не было своей собственности. Взяли ребенка, а смотря, как ты смотришь, там еще же детки есть. И жалко как-то. Как-то получилось так. И второго, и третьего взяли. Выяснилось, что сегодня семья Зинатулиных, где воспитывается семеро детей, уникальная в своем роде. Одна такая на всю окрестность. В деревне вспоминают до и послевоенное время, когда сплошь и рядом жили большими семьями. Сегодня решиться на такое можно только по зову сердца, но никак не рассудка. Пока ты с этим не столкнешься, это как-то тяжело понять. Вот когда ты видишь, что ребенок лежит, и некому его, как говорится, обнять, пожалеть, становится жалко. Обидно за этого ребенка, то, что он один. Старшая дочь Индира, учащаяся гимназических классов Арского педколледжа. По семейной уже традиции будущий педагог. Быть с детьми и ее призвание. Мы до вечера гуляем, потом спать укладываю, но это все на мне. И порядок дома. Я хочу быть учителем начальных классов. Хочу, чтобы с детьми ладить, чтобы семья у меня тоже была большая. Прям такая, как у нас. Свои, чужие. Когда речь идет о многодетной семье, в которой имеются приемные дети, эти понятия стираются. Дать каждому ребенку ровно столько, сколько имеем. А на помощь муниципальных властей не всегда получается рассчитывать. Ну, были обращения глава администрации, чтобы как-то помочь, чтобы, ну, вы видите, мы строимся, и хотим еще строиться, чтобы детям было больше, чтобы были площадки, были все условия, чтобы детей были. Хотелось взять там или суду, или кредит, но, сами знаете, банки сейчас очень относятся скептически к семье, у которых много детей, и как-то сразу отказывают. Зависит ли от материального достатка количество детей в семье? По всей видимости, нет. А вот возможности многодетной семьи, скажем, в получении средств на расширение жилплощади ограничены. И дело часто не столько в прямой финансовой помощи. Иногда достаточно просто участия властей на местах в решении текущих вопросов, скажем, выделить транспорт до города, посодействовать получению кредита. Как показывает практика, заставить местной власти работать может только один человек. Наверное, наш президент, Рустамин Неханов, не только ко мне касается, таких, как я, семей много, чтобы вот как-то он дал более такой вот напутствие главы администрации районов, чтобы они как-то больше внимания уделяли семьям, большим семьям. Автобус вообще не помешал бы, потому что пока мы ездим на легковой, а я постоянно езжу, детей вожу в Арск, у нас 20 километров до района, потому что все кружки там. Большая семья из Арского района на автобусе телекомпании «Новый век» отправляется в путешествие выходного дня в Казань. Здесь их ожидает множество сюрпризов и аттракционов. Традиционное посещение зоопарка, колеса обозрения, аквапарка. Мы будем продолжать дарить детям радость, а чиновникам на местах отправлять напоминания. Пожалуйста, будьте более чуткими и внимательными к проблемам многодетных семей. Помощь большим семьям может оказать каждый, ведь они достойны уважения и поддержки. Ренат Ахмедзианов, Роман Безменов. 7 дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова